Как я и обещал, настало время для новых фишек. Сегодня, как и в прошлый раз, их будет 20 штук. И да, половина из них не будет камеры Сайфера, так что думаю, каждому это видео будет полезным. Я покажу интересные фишки как за конкретных агентов, так и те, которые можно использовать, играя за кого угодно. Если понравится, обязательно ставь лайк. Ну а начнем мы сразу после небольшой рекламы. Ну а спонсором данного видео является игра Raid Shadow Legends. Используем мои ссылки в описании под видео, чтобы скачать Raid себе на смартфон или же ПК. Raid это пошаговый коллекционный РПГ, в который можно играть бесплатно как на ПК, так и на мобилке. Вы можете собрать команду из различных чемпионов, прокачивать их скиллы и артефакты, чтобы сделать их сильнее, а затем вывести их на битвы с различными боссами и другими игроками. Крайне захватывающей является битва с клановым боссом. Тут вы можете сражаться вместе со своими товарищами с главным боссом и выбивать крутые артефакты. В игре появилась новая групповая арена. Это следующий уровень соревнований в PvP-сражениях. Вместо одного сражения 4х4, как на классической арене, вы получаете серию из трех сражений 4х4. Тот, кто выиграет две битвы из трех, побеждает. Это просто арена на максималках. Совсем скоро достижения на групповой арене начнут раздавать крутые награды, так что если вы любите по-настоящему соревновательное PvP, вам обязательно понравится. Прямо сейчас переходи в описании под видео, качай Raid только по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 10 загадочных осколков, а также крутого чемпиона Секача. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Ну и давайте начнем с вот такого офигенного ванвеза Бримстоуна. Когда вы зайдете в такой смок, вы сможете полностью видеть соперника, в то время как вас обнаружить будет крайне трудно, ведь будет виден лишь верх вашего берета, который даже немного сливается с цветом смока. Играя за джет и имея ультимейт, вы можете попросить своего тиммейта, который должен играть за сейдж, поставить под вас стену в этом месте, и тогда вы сможете прочекать девятку, используя ваши апдрафты. Если вы остались один в один против Бримстоуна и не можете его обнаружить, значит он прячется и готовится кидать молик на бомбу. Вам нужно сделать фейк и удариться в его летящий молотов, таким образом сбив траекторию. Соперник будет думать, что бомба в безопасности, а вы сможете ее попытаться разминировать и, возможно, взять мертвый раунд. За сову есть вот такая офигенная стрела для ретейка, которую вам нужно будет кидать под прикрытием тиммейтов, поскольку позиция довольно открытая, зато сама стрела проверяет огромное количество позиций и точно сможет помочь вам вытащить ретейк. Следующая фишка является парной. Вам, играя за Феникса, нужно поставить вот такую стенку, а Оману телепортироваться сразу наверх ящиков. Таким образом он сможет проверить мид и убить врагов, поскольку его они обнаружить не смогут, да и ожидать его там точно никто не будет. Ну и продолжая говорить про Омана, вы можете использовать интересное свойство его смоков, которое заключается в том, что они могут открываться еще до касания поверхностей. Таким образом вы сможете безопасно попадать на различные хайграунды, используя свой телепорт. Все знают, что клетки сайфера можно использовать для безопасного спуска с девятки, но ведь то же самое можно делать и со смоками Омана. Просто никто этим почему-то не пользуется. Вам просто нужно кинуть смок возле себя, а затем зайти в него и спрыгнуть, когда он вот-вот коснется земли. Неплохой способ безопасно попасть в плент. В той же позиции, играя за Сейдж, вы можете устанавливать вот такую стенку, не только для того, чтобы перекрыть проход для соперников, но также вы можете использовать ее как ванвей, ведь вам будут отлично видны ноги ваших соперников, так что используйте это и не попадайтесь сами. Ну а теперь будет целых 6 молотовых для бримстоуна на карте Ассент. Все они довольно простые, вам просто нужно становиться и целиться так же, как показано на видео. Первый молотов прилетает на девятку, не позволяя оттуда играть снайперу. Следующий молотов для ворот на Б-планте. Я тут целюсь горизонтально поверху крыши, а вертикально по вот этой части худа. Вы можете для себя придумать другие ориентиры, если вам так будет удобнее. Также очень полезный молотов. Стандартный молотов, однако многие его не используют, возможно из-за того, что не знают. Да, это логично. В общем-то крайний простой молотов, очень сильно облегчающий вам выход. Как правило, защита часто играет на шарте с ВП, поэтому этот моллик был придуман как раз против таких соперников. Он приземляется таким образом, чтобы соперник не мог пикнуть, находясь возле стены или чуть дальше от нее. В общем-то моллик полезный, обязательно используйте его при занятии центра карты. И вот еще один полезный моллик, который также поспособствует занятию центра. И кидается он крайне просто. Проблема заключается только в том, что вы будете далеко и не сможете помочь своему тиммейту. Но все же, если команда дружна и может справиться без вас, то этот моллик довольно хорошо сможет им помочь. Если вы устанавливаете вот такую дефолтную бомбу, которую, кстати, можно чекать с девятки, а также шарта, вам будет полезно знать молотов, который не позволит сопернику разминировать ее и даст вам время в клатч ситуации. Если вы не потратили молотов ранее и используете его как раз для этого момента. Когда у вас нет точной инфы по миду, а вы играете с АВП и должны его чекать, установите себе метку примерно в районе арки, а затем прыгайте, отталкиваясь от этого сооружения. Таким образом вы сможете безопасно проверять мид, при этом метка позволит попытаться прострелить соперника. Играя за бремстоун, многие кидают его стимулятор слишком далеко. В итоге соперники также получают возможность воспользоваться им. Не забывайте, что ваш стимулятор, так сказать, стимулирует и ваших врагов, а делать этого совсем не нужно. Поэтому старайтесь кидать его так, чтобы захватить как можно больше полезного пространства, но при этом не позволяя его использовать соперникам. При ретейке на бинде вам будет полезно знать, что эта стена не простреливается, зато прекрасно можно простреливать всю эту полку. С обратной стороны, чтобы было проще запомнить, не простреливаются две крайние правые панели, а также три крайние левые. Так что если сова дает разведстрелу, вы будете знать куда прошивать. Ну и вот такие два дефолтных прострела я рекомендую вам использовать, прежде чем начинать ретейк, либо же пока вы просто ждете исчезновения вражеских смоков, молотовых и так далее. На сплите многие видели ванвей сайфера, но кидался он довольно трудно. Поэтому вот самый простой способ это сделать. Цельтесь чуть ниже этой линии и сможете использовать клетку в качестве ванвея. Закинув сразу две, вы получите огромное преимущество на целые 14 секунд. Если вы остались один на один против феникса и примерно увидели откуда он воспользовался ультой, при этом вы играете за джет. Постарайтесь раскидать смоки и с помощью ваших мобильных обилок попасть туда, где стоит точка его возврата. Кажется довольно замудренным, однако это может помочь вам выиграть раунд. Вот так например это сделал один из игроков. По-моему вполне себе реальная ситуация. Ну и напоследок скорее фановая фишка. Вы можете стрельнуть разведстрелой в робота рейс и таким образом проверять сразу много позиций. Вряд ли это будет железно работать, но как минимум на спайк раш и по файнзе с друзьями у вас получится. Вот и все на сегодня. Пишите в комментариях как вам сегодняшние фишки, а также рассказывайте о своих, которых не было в этом видео. Не забывайте подписываться, если видео понравилось, чтобы не пропустить много нового контента по Валоранту. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. С вами был как всегда раундс и до новых встреч.